Полгода назад мы рассказывали о том, как в Алтайском крае решили взяться за региональную кухню. Аутентичные блюда должны были объединить в одну книгу и распространять рецепты по кафе и ресторанам для повышения туристической привлекательности. Надо сказать, что за это время некоторые успехи все-таки были достигнуты. До полноценного явления под названием «Алтайская кухня» еще не дошли, но, по крайней мере, определились с тем, как это делать. Жареная утиная грудка, карамелизированные яблоки и соус из брусники. Рецепт нового блюда, который войдет в кулинарную книгу Алтайского края, Елена Хакимова записывает внимательно, не упуская ни одной ремарки от шеф-поваров высокого класса. Кафе в Мамонтовском районе, где поваром работает Елена, пользуется популярностью именно потому, что они уже сделали ставку на алтайскую кухню. Все клиенты идут к нам, потому что знают, что это наше блюдо. С грибами, с помидорами, опять же, все из алтайского сырья. Здоровые продукты – мясо, грибы, картофель, птица. Алтайский край, я думаю, что богатый край, своей продукцией можно гордиться. Уже есть семь рецептов, технологию приготовления которых рассказали поварам Алтайского края на очередном мастер-классе. Проект по созданию нашей аутентичной кулинарной книги, которым занимается управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, совместно с Кривой и кулинарной школой «Студия вкуса» основываются на приготовлении блюд только из алтайских продуктов. На поиски испонных алтайских рецептов время решили не тратить, а создавать кулинарные традиции Алтая на глазах современников. Мы творцы той же алтайской кухни. Если возвращаться к истокам, мы не найдем корней. Мы сейчас молодое поколение поваров, которые действительно создают эту алтайскую кухню из наших доступных продуктов локальных, которые в шаговой доступности. Это очень важно, использовать наше отечественное алтайское сырье. Сырье, по признанию кулинаров, со своим характером. Алтайская смородина, например, отличается дерзостью вкуса, а говядина не очень жирная и от этого пряная без специй. Повторить эти блюда в других регионах из местных ингредиентов будет сложно, именно потому, что вкус продуктов совершенно другой, а значит и их сочетание не даст нужного результата. Сейчас книга пополнилась блюдами из утки и облепиховыми десертами, а в середине июня состоится презентация рецептов на основе сезонных продуктов и дичи. Но главное, что все рецепты, разработанные авторами проекта, будут использоваться в кафе и ресторанах нашего региона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!